друзья всем привет с вами канал папа может сегодня были в суку на кипарисовом озере и как и обещал приехали поближе к морю чтобы показать вам как выглядит пляж берег моря прозрачность воды в конце осени вот так вот если интересно то оставайтесь с нами припарковали машину почти самом подходящем месте совсем близко центральной аллее которая ведет к морю ну и начнем мы свою прогулку пожалуй со столовой проголдались немного зайдем перекусим но оказалось что перекусить ничего нет ни булочек ничего похожего не пирожков сейчас уже темнеет вечер поэтому думаю пойдем по-быстрому пройдемся прогуляемся но на обратном пути уже поедем по-человечачее ты с картошкой разные да вот так вот несмотря уже на вечер и конец осени одна из пирожковых сук работает вот чем мы и перекусим с голодухи можно и слона съесть такое ощущение что это самые вкусные пирожки которые только ел на потому что только завтракали не обедали сегодня интересный маркетинговый ход издалека подумал что магнит а нет обыкновенный магазин продукты этот закрыт а вот эта самая аллея которая выведет нас к пляжу торговые ряды и на удивление большинство из них еще работают друзья ну скажу по сравнению с другими курортами в это курортное время если можно так сказать здесь еще довольно живенько неделю назад был в дивноморском так там уже почти все вымерло вот так вот чем-то запомнилось мне вот это кафе помню когда были здесь прошлый раз проходили мимо ну и конечно же делали обзорчик мыло краснодар 20 рублей мы просто не можем пройти мимо а какой горит еще по скидке вот это 50 рублей маклюра адамова яблоко совсем недавно моему знакомому вот так упала такое яблочко на лобовое стекло разбила в хлам даже зеркало которое крепится на стекло вылетела а это что у вас по 10 рублей перец а сколько его здесь грамм 50 не знаете обычный этот молотый перец надо взять ну и вот она финишная прямая к сожалению уже почти стемнело думаю успеем нырнуть и показать вам как выглядит прозрачность и чистота воды в это время года в поселке суков вот зверюга не дал кошкам покушать а я ей а можно вас небольшое интервью как вам отдыхается в суков как моря чисто водичка теплая спасибо тут таких братух прям целостая что выходим прям полно рыбаков так рыбалит думаю сейчас искупаюсь пойду поинтересую что же они там ловят как я и говорил в первом своем обзоре супа здесь самая мелкая галька которая только видел мельче не придумаешь каждая каждый камешек размером со спичечную головку иметь ну на вид вода довольно прозрачная обойдемся как всегда без пламенных речей пока еще не совсем темно за нырнем и покажем вам эту кухню изнутри студеная водица ну раз уж приехали сюда думаю просто обязан нырнуть ну скажу прохладненько как-то ныряем вы готовы я я не слышу вы готовы погнали а Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну и конечно же мои традиционные пару слов поделюсь впечатлением. Море просто невероятно чистое, как и на любом другом курорте. Видимо, все-таки от отдыхающих зависит чистота моря. И это тому показатель. Куда ни приеду, везде просто чистейшая вода. Даже в Кабардинке, когда приезжал туда летом, видимость сантиметров 30-50 была. То в этот раз была невероятно чистая. Так и в Суко она была чистая и летом. А сейчас, ну видимость, наверное, метров 7-8, а может и больше. Даже когда плавал, терялся. Уже на глубине плыву, неожиданно всплывая. А там уже метра 4 пришлось всплывать. Вот так вот. Думаю, конечно, такое дно понравится любителям дайвинга. За воду смело поставлю 5 баллов. Что касается дна, поначалу мелкие камушки, мелкая галька. Ну чуть поглубже, камни побольше. Но несмотря на это поставлю 4 с плюсом за дно. Ну и сам пляж также мне понравился. Мелкие камушки. За пляж, за, точнее, берег пляжа поставлю также 4 с плюсом. Ну а сам пляж оценивать глупо. Никаких развлечений, естественно, в это время сезона просто нет. Вот такой вот мой краткий отзыв. Ну и да, ко всему сказанному добавлю, что к такой воде я довольно быстро привык. И в принципе даже выходить не хотелось. Вот такая загадочная природа в Краснодарском крае. Пойдем прогуляемся к рыбакам, посмотрим. А что ловить, если не секрет? Можно заснять крупным планом. Ставридка, окуни. Вон какой, окушок. Ставрида. Ни хвоста, ни чешуи, как говорится. Что-то детворы налетело откуда-то. Наверное, с детского лагеря какого-то. Сейчас мы поинтересуемся. Вон со светящими кроссовочками девочка гуляет. Чтоб не заблудиться, наверное. С сысками или нет? Дети, а откуда вы вот это? С лагеря какого-то? Прямо целая делегация. Ну, прошло примерно полчаса. А тут уже все закрыто. Вот так вот. Как красиво горит эта вывеска. А заодно освещает людям дорогу. Смотрю, надежды вот на тот фонарь просто нет. Парк аттракционов. Просто все вымершее. А ночью так вообще смотрится, как в фильме ужасов. Осталось только встретить здесь маленькую девочку в белом платье и с куклой-подмышкой. Не знаю, видно на камеру или нет. Некогда популярные горки. Просто все вымерло. Все стоит. Ну, ничего. После каждой ночи наступает утро. Так и после зимы наступит весна. Но там и лето скоро. Ждем, не дождемся этого времени года. Ну, думаю, теперь можно зайти и перекусить. Друзья, ну, на этом моменте мы закончим сегодняшнюю прогулку. Скажу, что в Суко мы обязательно вернемся. Не знаю, в этом году это будет или в следующем. Но то, что вернемся, я обещаю. Ну, а если понравилось это видео, поддержите нас лайком. Задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь на канал. Колокольчик, колокольчик. Ну, и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.